Время нашей конференции нам очень быстро идет, поэтому мы приглашаем уже на пятый доклад, который для вас проведет профессор Аулио Манино, который в настоящее время на пенсии, а раньше занимал должность чрезвычайного профессора энтомологии, прикладной в университете в Турине, и в 2021 году, в марте, он ушел на пенсию, то есть совсем недавно, в 1975 году, закончил институт факультета сельского хозяйства Туринского университета. Фактически там он прошел всю свою карьеру, принимал участие в различных проектах, которые спонсировались и Еврокомиссией, и правительством Италии, и районом Пьемонта, Туринским университетом, вел также исследования в следующих направлениях. Он также изучал насекомых разного характера, занимался систематизацией шмелей, систематизацией медоносных пчел, также хищников. Насекомых также находились в кругу его интересов, также анализировались почелы, в том числе дикие, при опылении сельскохозяйственных насаждений. Если не будет технических проблем, мы вас пригласим на электричество. Да, можно начинать. Если бы ты только отодвинул микрофон чуть-чуть, здесь вы видите прекрасные фотографии. Вы видите азиатского шершня, желтоногого. Очень легко определить на основании этой фотографии, почему он называется желтоногим шершнем. Вы видите, почему его называют азиатским шершнем также. Потому что он происходит из Южно-Восточной Азии, где разделяется на ряд подвидов. И больше всего на северный подвид лингвиторакс распространился как раз в Корею и южную часть Японии. И, к сожалению, также в Европу. Здесь вы видите причину, почему мы разговариваем именно о этом азиатском подвиде. Он очень отличает от веса от европейского шершня. Он присутствует в Европе и в Корее негриторакс, называется, из-за того, что он полностью... У него черное брюшко, туловище, простите. И характерная черта этого подвида, это то, что он четко виден желто-красный пояс в конце брюшка. И в Веспа Валютина, в Негри, он легко его распознать в момент, когда вы его увидите. И попрошу следующий слайд. Веспа Валютина появился в Европе около 2004 года, в юго-западной Франции, возле города Бурдо. Это отмечено звездочкой на карте. Затем распространился на дальнейшие страны Европы, очередные страны Европы. И так выглядит карта сегодняшнего его размещения. И надо помнить о том, что каждые два месяца находились следующие зоны, в которые попадал этот шершень. В некоторых зонах после года двух он пропадал. Поэтому, если посмотрим на доступные карты, мы замечаем большие разницы среди. Но так выглядит это сейчас более-менее. И я бы хотел, чтобы вы запомнили вот именно такое распределение, когда будем говорить о следующих слайдах. Здесь следующая карта, которая показывает возможность распространения Валютина Негриторакс. Это, конечно, правдоподобно, вероятно, но вся эта сфера, обозначенная желтым и оранжевым цветом, это уже территория, которая довольно такая хорошая для этого шершня. А зеленая сфера – это зона, где он может выступать. И сейчас распределение, конечно, не выглядит точно так же, как это предлагалось пару лет тому назад, как и распределение. Но так или иначе, вы видите, что большая часть центральной и восточной, центральной и западной Европы занята распространением Воспавалютина. Каким образом распространяются чужие виды по всему миру? Здесь вы видите долгий список разных возможностей, методы, которыми пользуется Воспавалютина, перечислены. Прежде всего, Воспавалютина может распространяться вместе с транспортом, это очень важно. И то, каким образом распространяются оплодотворенные матки на весну, поскольку работницы шершня, они не репродуцируются. То есть, если будут самки или работницы, это не проблема, это матки оплодотворенные являются той проблемой, которая позволяет распространяться этому шершню. Он может распространяться ограниченно, потому что большинство не отдаляется маток от 5 километров в радиусе 5 километров, но некоторые матки все-таки летят дальше, до 20 километров. Ну и, конечно, натуральное распространение не является существенной проблемой, хотя, с другой стороны, никто специально не будет перемещать этого шершня с одного континента на другой, это понятно. Поэтому существенным путем распространения являются случайные случаи присутствия Воспавалютина может перемещаться в виде матки, которая на этапе гибернации, ну, например, в контейнерах, в машинах, в транспортных средствах, когда перевозится с различными материалами. Это очень важный вопрос для пчеловодов. Это может также перевозиться, например, вместе с транспортом самих ульев, то есть, если пчеловод. Если он транспортирует улья или другой материал со сферы зоны, в которой находится, выступает Воспавалютина, надо очень хорошо просмотреть весь материал, который будет транспортироваться. А сами циклы развития Воспавалютина, они такие же, как и всех таких шершней умереванного климата. Зимой зимой, зимой это матка только исключительно, которая на весну основывает гнездо, откладывает первые яйца, и из них выходят первые работницы, после чего гнездо разрастается целое лето, аж до осени. Если оригинальная позиция гнезда не до конца правильная, то шерш не переносит это гнездо в другое место. И тогда строят гнездо второе. Так или иначе, с сентября самцы и новые матки возникают, новые матки удерживаются, и вот они ищут место для гибернации. А старая матка, эти особи, они обумирают, потому что их покидают. И зимой они как раз и обумирают. Веспа Валютина строит очень большие гнезда. Это тысячи особей, шершня. И это большая опасность с их стороны. Именно в чем, ну вот как вы видите на этом слайде, Веспа Валютина очень большую роль играет для безопасности пчелиной, медоносной семьи, для самец и матки в начале сезона. Они легко становятся жертвами шершня в момент возвращения в улей. и когда они возвращаются на улей, они очень уже как бы тяжелые, потому что несут нектар, и тогда шершни атакуют вот эти пчелы, сборщицы. пчелы в улей, они скорее не подвергаются атакам. И если есть несколько недель присутствия, и много этих шершней, пчелы перестают вылетать, нету облетов. и на протяжении следующих недель уже не хватает пыльцы в уле для откорма потомства. И это, в свою очередь, приводит к падежу всей семьи. Шершни в состоянии атаковать также пчелы в самом уле. тогда уже, когда семья ослаблена. Очень важной проблемой является также прекращение облета пчелами. Достаточно, чтобы перед улеем находились 15-20 шершней, чтобы заблокировать эти облеты пчелсборщиц, которые собирают нектар и пыльцу. Достижение такого количества шершней для них это очень просто. Заметно это количество, оно довольно сильное летом. пчелы остаются в уле, они не вылетают из него. И в конце И на снимке вы видите 93 шершня перед одним ульем. В связи с этим, пчелы остаются внутри. Следующее, то что важно, влияние шершни, это влияние на экосистему, связанную с опылением, потому что шершни атакуют не только медоносные пчелы, хотя и медоносная пчела это существенный элемент их диеты. Но 30 до 60 процентов их диета, это вот как раз медоносная пчела, в зависимости от окружающей среды, в которой они находятся. Если же есть присутствие многих других насекомых, шершни будут также атаковать и других насекомых. В результате страдает на этом опыление растений, так как уменьшается число опылителей. есть другие проблемы, связанные с наличием шершня, и это как экономические, так и социальные. Прежде всего, это угроза, которую шершни составляют для людей. Веспавалютина это не шершни более опасные, чем местные шершни или иосы. Но были случаи, когда из-за их укоса были очень опасными для человека. Веспавалютина не отдаляется, если не надо, от своего гнезда и защищает гнездо на расстоянии 5 км. Кроме того, Веспавалютина очень часто строят огромные гнезда. в том числе, если сравнить это с европейским шершними, это следующая угроза, опасения, потому что вот эти большие гнезда вызывают страх у людей. По этому причине, по этому поводу Веспавалютина это вид чужой, инвазионный. И тут у нас перечень инвазионных чужих видов в Европейском Союзе. в результате такого решения Европейского Союза у нас были приняты решения в направлении принятия решений для ограничения распространения Веспавалютина. И с такой целью надо идентифицировать первые появления в странах членов. И если Веспавалютина уже присутствует в данной стране, тогда в такой стране надо разработать план по контролю этого шершня. кроме того, надо предотвращать и не позволять чтобы не допускать к тому, чтобы распространялась Веспавалютина в соседних странах. Самое главное это мониторинг надзор для того, чтобы определить если присутствие наличия Веспавалютина в данной стране. Эти действия лучшим образом реализуют пчеловоды по двум причинам. Поскольку недоносная пчела это вид под угрозой со стороны Веспавалютина и поэтому тоже пчеловоды им должно зависеть на том, чтобы обнаружить наличие Веспавалютина. И Веспавалютина охотно атакует пасеки и поэтому также легче обнаружить наличие Веспавалютина, Веспавалютина если они вблизи улья появляются. Следующий подход это подход со стороны ученых, где отдельные лица просто вовлечены в том, чтобы найти особие Веспавалютина. пчеловоды могут создавать сети по мониторингу с точки зрения наличия шершня, потому что пчеловодов много в Европе и они тоже большинство организованы в союзах, в клубах, ассоциациях, братствах. И в связи с этим также индивидуальные пчеловоды и вот такие ассоциации могут поддержать процесс мониторинга наличия Веспавалютина. Пчеловоды могут на весну заметить матки и шершня воспавалютина вблизи пасеки. И если уже замечают работницы летом и осенью, которые появляются в пасеках и атакуют медоносные пчелы. Но и кроме того, с августа можно наблюдать за новыми неоплодотворенными матками. и также можно заметить самцов. Кроме наблюдений можно также ловушки устанавливать и ферменты. есть разные виды таких ловушек, которые доступны в продаже. И можно самому такую ловушку сделать из-за манки. это не сложно. На интернет-сайтах есть много инструкций, как такую ловушку, приманку построить. Кроме того, если говорим о приманках, их два вида. Первое, это они основываются на растворе сахара. Поскольку сахар привлекает шершней, но не привлекает медоносных пчел. Очередная приманка, это приманка на основе белка. Эти приманки очень эффективны во время лета, а сахарные приманки больше эффективны осенью. Если мы хотим отслеживать во время всех времен года, мы должны менять виды приманки в зависимости от времени года. пчеловоды также в состоянии найти шершня в цветах на дозревающих плодах, поскольку шершням нужен сахар. В качестве для получения энергии необходимо получить плодах, чтобы летать. Следующее задание это нахождение и идентификация гнезда. Большинство гнезд шершней находятся на большой высоте в кронах деревьев, однако гнезда можно найти также везде. практически шершень в состоянии строить гнезда на домах и в других местах. это часто гнезда они строят в норках в углублениях, однако большинство гнезд находится на деревьях, на деревьях и близко к источникам воды, поскольку восьмого илитина требует больших количеств воды. Конечно, каждый может помочь в наблюдении и обнаружении восьмого велютина, каждый гражданин может это сделать, если кто-либо найдет подозрительного шершня, тогда обнаруживший шершня человек должен сообщить о наличии такого шершня с помощью различных приложений. лучше всего выслать фотографию шершня, лучше всего, конечно, сделать фотографию с помощью мобильного телефона и выслать с помощью аппликации. Полезной информацией также являются геокординаты любой айфон либо мобильный телефон в состоянии указать место, где была выполнена фотография. Как я уже говорил, существует много различных веб-сайтов и аппликаций, с помощью которых мы можем сообщать о появлении шершня веспавилютина. Это сайты, разработанные в отдельных странах участниц Евросоюза, они разработаны в тех странах, где имеет место веспавилютина. Однако можно на этих страницах, на веб-сайтах находить информацию относительно других стран и распространенности веспавилютина. Мы сами ведем один из таких веб-сайтов. Начиналось это как евросоюзный проект, мягкий проект. Нам удалось получить много отчетов, однако практически 50% из них это были даже извините, практически 80% из них это были сообщения появления веспавилютины, только среди них только 15% касались действительно веспавилютина. остальные касались других шерстей, это были европейские шерсти, различные подвиды ос, а также ориентальный шершень, который вообще не наблюдается в Центральной Европе. Если речь идет о контроле популяции веспавилютина, такой контроль следует проводить интегральным способом, то есть комплексным методом, согласно с принципами комплексного обнаружения вредителей, однако необходимо приложить множество усилий, чтобы использовать методы с минимальным влиянием на окружающую среду. Превентивность здесь является основной, затем шаг за шагом мы можем использовать стратегию с минимальным воздействием на окружающую среду и в крайних случаях прибегать к химическим методам. Чаще всего на практике процесс выглядит совершенно наоборот. Как только появляется такое насекомое, которое считается вредителем, сразу наступает попытка его уничтожить химическим методом. и только совсем не так необходимо поступать, совсем наоборот. И так надо трактовать не только Веспавилютина, но и других насекомых. Кроме того, если мы используем химические решения, то они попадают в окружающую среду. лучше все вообще не использовать химические методы, а если использовать, то в минимальных количествах. затем мы не в состоянии инсектициды использовать на открытых пространствах, чтобы уничтожить Веспавилютина, поскольку гнезда этих шершней, они очень распространены. мы можем оценить их плотность примерно как пять гнезд на четыре квадратных километра. То есть, опрыскивание не является реальным методом. То есть, нет смысла опрыскивать четыре квадратных километра, чтобы избавиться от пяти гнезд. В связи с вышеизложным, мы должны сначала идентифицировать гнездо, затем его уничтожить конкретное гнездо с помощью ядов, если это необходимо, но надо использовать специальные методы, чтобы уничтожить только именно это гнездо, используя минимальное количество средств. Очередным методом являются нехимические решения, гнездо, то есть, преимущественно это препятствия, которые не позволяют шершням попадать в свои гнезда, либо использование ловушек. Однако, даже ловушки нельзя использовать экстенсивным методом, поскольку наши ловушки недостаточно чувствительны, они не профилированы под определенный вид, поэтому наши ловушки могут притягивать и другие виды, которые, в общем-то, полезны для окружающей среды. поэтому очень осторожно надо использовать приманки в ловушках, практически только в контрольных целях. Если мы используем приманку в ловушках для мониторинга, это другое дело, поскольку количество используемого вещества и риск невелики, поэтому они не являются опасными для натурально находящихся в среде насекомых. Натуральным способом является предотвращение распространения шершня в восьмого велютина. Что фактически означает раннее обнаружение и быструю эрадикацию. Такие процедуры являются необходимыми. из а также идентификация гнезд. Для этого есть определенные методы, и можно непосредственно их визуализировать. То есть визуально объявляем либо используя какие-то технические достижения. Непосредственное обнаружение гнезда является лучше всего применять приманки и посмотреть. Веспавилютина пойдет к ним и попробовать отслеживать эти особи. Очень трудно найти, очень трудно отслеживать полет такого шершня, но можно определить направление. И так шаг за шагом можно таки обнаружить это гнездо. Можно также начинать с разных мест, и можно таким способом, методом сужения, найти гнездо и ограничить для самих себя местоположение этих гнезд. Например, здесь вы видите карту с Майорки, Боляров. Это очень трудоемкое занятие. И некоторые из этих гнезд обнаружение некоторых из этих гнезд заняло более 60 дней. И даже было так, что эти поиски проводились группами по два человека, которые работали на полную ставку. Очередной слайд показывает ситуацию с искусственными устройствами. Технологически можно использовать радар, который работает на определенных гармониках. Два таких прототипа были разработаны в Туринском университете. И, можно сказать, они совсем даже неплохо работают. Можно работу его контролировать с помощью ноутбука. И, используя шершню, на нем можно приклеить такой маркер, который позволяет отслеживать его передвижение. Шершню это совсем не мешает. Конечно, это клеится в определенном месте. Шершень летит к своему гнезду, и там его можно обнаружить. На экране ноутбука мы видим такой фон Google Maps и красные пункты, которые показывают, где находится данный шершень. Можно также эти отдельные пункты использовать для определения маршрутов. При этом это облегчает поиск гнезд. Гнезда трудно увидеть. Здесь вы видите такое гнездо, которое находится в кроне сосны. Следующим способом является отслеживание с помощью радиоволн. Необходимо также наклеить передатчик на шершень. И с использованием этого передатчика можно определить местонахождение гнезда. Это действует только на очень мощных шершнях, поскольку радиопередатчики являются тяжелыми. Для шершня, понятно, несмотря на то, что они маленькие, но эти насекомые не настолько сильны, чтобы переносить большие грузы. Третий способ технологии поиска, применяемой для поиска шершневых гнезд, это ногтовидение, то есть использование сфракрасных камер. Вы видите ночные изображения, поскольку живые организмы и шершни, в том числе, шершни, более теплыми по сравнению с фоном и гнезда тоже имеют, например, 23 градуса Цельсия температуру, поэтому их легче найти ночью. Хорошо это делать ранним утром, перед восходом солнца, поскольку все остальные части, то есть окружающие среды, элементы, скажем, деревья, кусты и так далее, к этому моменту потеряли температуру в течение ночи, и в связи с этим гнезда однако выделяются. Однако уже после обеда или ранним вечером обнаружение будет усложнено. Если говорить о срочной контроль популяции вес павелитина, лучше всего найти и уничтожить гнезда. Это довольно сложное задание, и его можно выполнить, используя целый ряд способов. механические способы, например, закрывая гнездо в какой-то емкости или непосредственно воздействуя инсектицидами на гнездо, используя конкретную дозу. Можно это делать также дистанционно, можно привлекать пожарников, так или иначе. Следует позаботиться о том, чтобы этот инсектицид использовался только в необходимых количествах, а люди должны быть хорошо защищены от укуса веспавилютина. Также должны быть защищены глаза, поскольку шершни могут выбрасывать яд. то есть попадая в глаза они могут быть очень опасными. Спасибо большое. .